Ола Амигас, на связи Матвей. Пока я был в отпуске, вышло много новых интересных новостей, касающихся Fortnite на iOS. И сегодня специально для этого видео разобрал абсолютно весь материал, связанный с этой темой, и готов вам всё в подробностях рассказать, что в данный момент происходит на фронте войны Apple's Epic Games. Поверьте, здесь не всё так однозначно, как кажется на первый взгляд. Многое реальной информации смешивается с фейковой, и получается чёрти что. Но на этот раз можете не беспокоиться, вы попали на первый канал по Fortnite Mobile в СНГ, поэтому сегодня в ролике я вам расскажу, что же всё-таки произошло на суде Apple's Epic Games в начале мая, что у нас получилось по итогу, когда же всё-таки Fortnite вернётся на iOS-устройствах, и если он вернётся, то стоит ли нам ожидать прежний Fortnite, который был до этого, или это будет совершенно новая игра. Ну и перед тем, как мы начнём, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые на моём канале, если ты так же, как и я, играешь в Fortnite на мобильном устройстве, то обязательно оформь подписку, то ты сможешь найти единственный и лучший контент по Fortnite Mobile во всём СНГ. Ну а если ты уже подписался, то не забывай про лучшую поддержку меня, и именно мой тег-автормотивкар в твоём ждёмном магазине Fortnite. Смело води, покупай исключительно с ним. Также ты можешь делать скрины своих покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом, нашу группу канала ВК, ну или специальный канал в нашем дискорд-сервере. Ссылку на это всё ты сможешь найти в описании. Именно таким образом ты сможешь попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. А также теперь я читаю имена трёх пользователей, которые первые оставили комментарий под последним видео на канале. На этот раз огромное спасибо Сейдену, Пиксену и Юлке. Очень рад, что смотрите мои видео первыми. Надеюсь, вы меня поняли, и теперь давайте наконец-таки перейдём к сегодняшней теме. Ни в коем случае не переключайтесь, будет интересно. Ну, во-первых, давайте разберёмся всё же, что происходило на судебном заседании 3 мая. Вообще, судебное заседание оказалось самым интересным за всю историю конфликта Apple с Epic Games. Потому что в ходе разбирательств утекло куча интересной информации и идей, которые Epic Games не смогли реализовать в Fortnite как раз-таки из-за конфликта с Apple. А поверьте мне, там много чего интересного, например, концерт Леди Гаги и Арианы Гранды в Fortnite. И это только малая часть из списка планов, которые Epic Games не смогли реализовать благодаря Apple. Прекрасно вас понимаю, в это можно поверить с большим трудом, но я вас уверяю, это официальная информация, предоставленная Epic Games в ходе судебного разбирательства. Я сделаю отдельное видео по теме не реализованных планов Epic Games насчёт Fortnite, как только на этом видео собираются более 500 лайков. Так что обязательно поставьте лайк на этот ролик, если вы это до сих пор почему-то не сделали. Самому дико интересно посмотреть вашу реакцию на не реализованные планы Epic Games в Fortnite. Ну а теперь давайте вернёмся к самому конфликту. Грубо говоря, весь суд был посвящён монополии. Apple и Epic Games выясняли кто, где, сколько заработал и выясняли каким путём. Если здесь монополия, если здесь какое-то вмешательство во внешний рынок и тому подобное, уверен, здесь вы, как и я, ничего не поймёте и это вам будет малоинтересно. Так что я постараюсь рассказать всё максимально понятно и максимально кратко. Компания Apple заявляла, что компания Epic Games сами являются монополистами. И аргументировали это тем, что в последнее время Epic Games выпустила слишком много эксклюзивных игр только для их магазина. Тем самым не оставляя никаких шансов другим цифровым магазинам игр. И благодаря этому, как заявляет Apple, Epic Games и стали одними из самых больших цифровых магазинов игр. Но в ответ Epic Games предоставляет подробную информацию по поводу своих пользователей магазина и откуда они к ним пришли. Epic Games рассказали, что их пользователей на данный момент насчитывается около 20 миллионов. При этом 18,5 миллиона пользователей к ним пришло во время раздачи бесплатных игр в их магазине. Тем самым они доказывают тот факт, что эксклюзивы в их магазине практически никакой выгоды им не предоставляют. Соответственно, никакой монополии с их стороны не существует. При этом они также заявляют, что примерно около 7% их пользователей когда-либо что-то покупали в их магазине. В среднем это число варьируется около 40 долларов, что по итогу составляет заработок около 100 миллионов долларов. И очередной раз Epic Games доказывает, что с их стороны монополий никакой не существует. Да, как вы могли понять, в самом судебном заседании мало, когда упоминалась сама игра Fortnite. Потому что в основном суд посвящен не то, чтобы возвращению Fortnite на iOS устройства, а именно монополии со стороны Apple и Epic Games. В данной ситуации Fortnite на iOS являлся лишь неким рычагом для создания вопроса о монополии на современном рынке. По правде на саму игру, что Apple, что Epic Games совершенно наплевать. Fortnite здесь является лишь катализатором, что и начало данного конфликта, что и его конца. В любом случае, Тим Суини, а именно этот человек является главой Epic Games, даже согласился на специальную сделку по поводу Fortnite на iOS специально для Apple. То есть, грубо говоря, до этого этот человек боролся за всех, за всех, кому причиняет какие-то неудобства монополии со стороны Apple. А сейчас он заявил, что может договориться только с Apple по поводу возвращения Fortnite на iOS. И остальных тем самым он кидает. Данное заявление дает понять истинные намерения Epic Games в этом конфликте. Их цель была просто побольше заработать с Fortnite на iOS. А на монополию всем наплевать. Но как получилось, что к этому конфликту присоединилось много левых других компаний, таких как Sony, Xbox, Spotify и другие. Поэтому обычной договоренностью Epic Games с Apple, думаю, этот конфликт не закончится. В любом случае, это судебное заседание будет длиться не один день, а целых три недели. И каждый день в ходе этого разбирательства нам будет поступать новая информация. Конечно же, видео я не собираюсь каждый день записывать, но вот посты писать в нашей ВК-группе, и это я за. Поэтому, кому будет интересно следить за ситуацией Apple с Epic Games, то обязательно подписывайтесь на нашу ВК-группу, ссылку на которую вы сможете найти в описании. Ну а теперь, что касается даты, когда Fortnite вернется на iOS. Здесь я вам могу заявить два варианта исхода данного события. Первый оптимистический вариант. Если так, то суд закончится 24 мая, все будет хорошо, и Fortnite мы можем ожидать в начале июня, а именно 31 мая. Мне уже не терпится поиграть в Fortnite на новом 12-м айфоне. Ну а в другом пессимистическом варианте Fortnite вообще не вернется на iOS, но это хорошо, что маловероятно. Я бы оценил этот исход события всего лишь в 5% вероятности, думаю это справедливо. В любом случае, будем надеяться на лучшее. И на этом у меня пока что для вас это все. Огромное спасибо вам за просмотр этого видео. Обязательно поставьте лайк, если вы досмотрели этот ролик до этого момента. Я старался. Также не забудьте написать в комментариях, что именно вы думаете по этому поводу. Будет интересно узнать. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей. Аста луэго.